Российским чиновникам запретили выезжать за границу, а Германия прогнозирует, что война с Российской Федерацией неизбежна. При этом достаточно ли делает и она, и остальные наши западные партнеры, понимают ли они все риски, которые действительно несет кремлевский преступный режим. Об этом мы не только будем разговаривать прямо сейчас. Меня зовут Ирина Узлова, и со мной Сергей Жирнов, экс-сотрудник АГБ и службы внешней разведки. Сергей, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Ирина, я тоже очень рад и привет всем нашим зрителям. Ройтер со ссылкой на 9 знакомых ситуаций и источников сообщает о том, что российские власти опускают железный занавес даже для своих чиновников, для депутатов и работников госструктур, запрещая выезд за рубеж даже в дружественные страны. Сергей, а что случилось? Почему не отпускают? Почему боятся? Боятся, что сбегут и начнут давать интервью, начнут рассказывать, как они там принимали секреты всякие в Думе и не в Думе. Нет, это очень хорошо, кстати, это очень хорошая информация, потому что одновременно им запрещают выезжать, то есть показывают, что они никто не смогут теперь использовать свою собственность за рубежом, они не смогут воспользоваться своими двойными гражданствами и так далее. Что умерла, так умерла, так сказать, если они поддерживают этот самый преступный режим и голосуют за все его сумасшедшие законопроекты, то все теперь будут сидеть как в Советском Союзе, даже хуже, потому что в Советском Союзе их выпускали в какие-то там командировки, а тут вот Путин не хочет выпускать. Правильно сделает, вот в этом смысле он очень последовательно, и, кстати, я так думаю, что наконец все депутаты поймут, чем для них реально закончится вся эта история, и возьмут и свергнут Путина изнутри. Да, вы полагаете? А неужели они посмеют или будут просто на местах ходить и друг с другом разговаривать и жаловаться? Потому что это же далеко не первое ограничение, или сколько веревочки не биться? Ну, нет, наверняка, когда-нибудь, значит, какая-нибудь вишенка последняя, там капелька последняя переполнит вазу, или, как у арабов говорят, последняя соломинка сломает горб верблюду. Вот, и, значит, я так думаю, что все-таки это все-таки рано или постно произойдет, а когда это происходит, вы знаете, это всегда происходит изнутри, потому что, ну, конечно, не народ же из этого Орска, который там кричал «Путин, помоги», начнут там устраивать какую-то революцию, больше того. Они же, даже если они устроят революцию, ну, что, доедут-то они до Москвы, выйдут там, я не знаю, на какой-нибудь там площадь, их там разгонят все эти менты. А вот люди, которые имеют власть, которые имеют доступ к телу Путина, вот они для него самые опасные. Да, а самое опасное – это прям ближайшее окружение? Или, возможно, даже какая-то эта вишенка, или эта соломинка на горбу у верблюда, она из ниоткуда может появиться? И кто? Кто это может быть? Ну, не то, что ниоткуда, а все-таки из людей, которые имеют власть и деньги. То есть люди, которые ходят по улицам, они Путина мало волнуют. Именно поэтому, кстати, он к ним и не поехал. Вот мы с вашими коллегами обсуждали эту идею, а почему Путин, так сказать, вот несмотря на все эти протесты, несмотря на все эти сложности, не поедет и не разберется там на местах с проблемами. Потому что ему абсолютно плевать на вот тех людей, которые реальные, такие вот маленькие людишки, которые со своими проблемами ему доставляют только одни проблемы. Ну вот, а вот те, кто вокруг него, ну, конечно, ближайший круг. Вообще, в таких режимах обычно заканчивается тем, что его личный охранник, повар или какая-нибудь там кухарка, значит, возьмет половник и долбанет ему по башке. Один уже пытался, конечно, ну, не прям ему, а больше окружению, но ничего не вышло. В то же время, могут ли другие процессы, а сейчас о постоянных пролетах четко в цель, в принципе, беспилотников, о постоянных потерях Российской Федерации в глубоком тылу, о подтоплениях Оренбургской области не только, это все тоже может как-то повлиять на стойкость режима? Все может повлиять, потому что накапливаются проблемы, и рано или поздно карточный домик разрушается. Вот вы вспомните Советский Союз, в общем, Советский Союз, ну, тоже, тоже, да, даже там за неделю до его распада, кто мог предположить, кто мог предположить, что это возьмет все и так распадется. Причем распадется само по себе, и самое главное, что ни один защитник этого режима не выйдет его защищать, потому что вот КГБ тоже его расформировали. По идее, вот тот же самый Путин, Бортников, там, Патрушев, у них же у всех было табельное оружие, они все давали притягу офицера КГБ, ну, вот они, по идее, должны были взять свое оружие, выйти там, расстреливать Собчака. Путин, наоборот, сбежал к Собчаку, чтобы зарабатывать бабло, ну, вот, и это обычно так бывает. Вот я это уже рассказывал, смотри, 91-й год, а всего только в 87-м году праздновали, было торжественное празднование 70-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Значит, Кремлевский дворец съездов, заседания, собрали делегации со всего мира, говорили, значит, Советский Союз, Великая страна, там, и так далее, надували щеки. Через 4 года от этой страны не осталось ничего. Ну, вот, и через 2 года, в 89-м году, упала Берлинская стена. Так что, в общем, когда режим рушится, он рушится обычно быстро и непредсказуемо. Побыстрее бы уже, Сергей, честное слово, ждать уже мочи просто нет. Ну, режима все нормально. Вот выходит Песков и даже говорит, да что, нам все ни по чем. Ну, там, убивают, да, а мы не обращаем на это внимание бывшие вагнерцы. Деньги дают Соединенные Штаты, да, они на поле боя ничего не изменят. Я вот смотрю, читаю эти последние дни эти заявления, как всегда, отрицательного наступления, и думаю, они действительно рады обманываться, или они не соображают, что происходит, и стараются этого не видеть, или Путину просто не докладывают. Ну, как же так, совершенно такое расхождение с реальностью? Вы знаете, нет, они живут, вот Путин точно совершенно живет в своей реальности, в своей собственной реальности. Люди, которые вокруг него, они немножко лучше видят, потому что у них есть какие-то другие источники информации. И вот вы знаете, стандартный пример того, что происходит сейчас в Российской Федерации, это гитлеровский режим в, ну, скажем так, в апреле 45-го года. Да, вот в апреле 45-го года, значит, все уже понимали, что все проиграно, все понимали, что это только вопрос времени, все понимали, что и англичане, значит, и американцы уже, тогда уже произошла высадка в Нормандии накануне, в 44-м году. Да, тогда уже, так сказать, был и Западный, и Восточный фронт, и они поджимали. Но в бункере у Гитлера они собирались и говорили, что все замечательно. И вот по этому поводу замечательный фильм «О 17 мгновений весны» как раз показывает. Первая серия начинается с чего? Совещание у фюрера, и фюрер говорит, мы должны сделать там усилия, «Нам осталось совсем немного, и мы победим». Все на него так смотрят, значит, подозрительные говорят, «Ну да, победим, конечно». А сами за его спиной ведут сепаратные переговоры, кто с Западом, кто с Востоком. То есть вот это то же самое происходит сейчас и с Российской Федерацией. В бункере у фюрера, в бункере у Путлера, в его резиденциях в Кремле есть люди, у которых есть голова, и эти люди думают о том, как бы из этого всего выскользнуть, но им не дает сам фюрер, потому что сам фюрер находится в собственном плену, в собственных заблуждений. И вот когда у нас были эти так называемые псевдовыборы, я вам говорил на вашем канале, что выдвижение Надеждина, вот когда Надеждину не дали возможность выдвинуться, и не дали возможность легально поменять Путина во время выборов, это закрыли последнюю легальную возможность смены режима. Теперь будет это происходить только либо в виде революции, либо в виде государственного переворота внутри Кремля. Понятно, здесь понятно. Сергей, двигаемся дальше. Россия будет готова к нападению на НАТО через 5-8 лет, если решит это сделать. Заявил об этом генеральный инспектор вооруженных сил Германии, генерал-лейтенант Карстен Бройер. Это далеко уже, конечно, не первое такое заявление. А Путин, Сергей, от 11 апреля, сообщает издание Moscow Times, оно ссылается на статью Washington Post, подписал специальное постановление, которым практически позволяет внедрять вот такую политику разжигания ненависти к Западу, сделать все возможное на разных уровнях, чтобы Запад не вел антироссийскую политику, уметь противостоять этим угрозам. Он же там в прошлом году подписывал вот эту новую доктрину, припоминаете, общение и построение координации и политики внешней с вражеским Западом. А вот теперь там нашли такое странное постановление, которое, по сути, развязывает руки противодействия вот этому киевскому террористическому режиму и вражескому Западу. Действительно ли, по вашей информации, по вашим наблюдениям, в России сейчас происходит все возможное на разных уровнях, чтобы подготовиться к атаке в том или ином гибридном или реальном виде на страны НАТО? Я думаю, что логика такая есть, логика такая работает, потому что специальные службы, допустим, путинские, они все заточены на борьбу, гибридную борьбу с Западом. Вот я тоже приводил пример, когда вот там в 1984 году я поступал на службу в Комитет государственной безопасности, я пришел на учебу в Краснодарный институт, и нам читают лекцию, и в ней говорят, значит, Советский Союз ведет непримиримую идеологическую борьбу с западным лагерем, западный лагерь хочет его уничтожить, Советский Союз готовится к войне, и поэтому вот у нас есть враги, враг номер один Соединенных Штатов Америки, враг номер два НАТО и его отдельные страны, враг номер три Китай, враг номер четыре израильский сионизм и так далее и тому подобное. То есть на самом деле, вот во всех этих структурах все эти подразделения на врагов, они остаются теми же самыми, которые они были и при Советском Союзе. Ну там плюс-минус какие-то там, теперь может быть Китай повыше, чем там НАТО, или там рядом, или что-нибудь в этом роде. Но самое главное, что вот допустим, в генеральном штабе российской армии, в нем все готовятся к войне с НАТО целыми днями, потому что, а если не готовятся, то чем еще там заниматься-то? Ну правда, теперь вот есть еще реальная война в Украине, и поэтому они вынуждены отвлекаться еще на реальную войну. Но тем не менее, у них есть на вырос, потому что даже те вооруженные силы, которые находятся российские на территории Украины, это ведь не вся армия, то есть армия российская, она насчитывает больше миллиона, трехсот тысяч военнослужащих, как в Украине находится там только половина этого состава, остальная половина чем-то должна заниматься, и вот она, значит, там устраивает какие-то там, я не знаю, маневры, устраивает, постоянно находится на каких-то учениях, и рассматривает вопрос либо нападения Китая на Российскую Федерацию, либо нападения Соединенных Штатов Америки, либо блока НАТО, либо еще кого-то, и так далее. То есть это у них просто, это техника такая, то есть здесь даже, это даже не от Путина зависит, это зависит просто от того, что этих людей, вот когда у вас огромное количество дармоедов, которые находятся под погонами в разных структурах, их надо чем-то постоянно занимать, и вот они постоянно готовятся к какой-то войне. Ну да, в принципе, надо же как-то деньги зарабатывать, отрабатывать те, которые им платят, еще они разворовывают, постоянно к войне готовятся, но все-таки на уровне таких, как Медведевы, не только мы слышим реальные угрозы, в принципе, да и Путин не скрывает, что конфликт неизбежен, и Песков там говорит, и не только, поэтому может не просто так и готовятся в кабинетах, а реальные планы пишутся? Я так думаю, что больше все-таки это кабинетная работа, но дальше есть, конечно, реальные вещи, почему? Потому что армию снабжают, армию вооружают, армию готовят к тому, что будет противостоять. Вот вы обратили внимание, что когда сейчас присоединилась Швеция и Финляндия к блоку НАТО, и там стало 32 страны, то реорганизовали военные округа, воссоздали московский военный округ, воссоздали ленинградский военный округ, вот таким образом они готовятся не только в кабинетах, понимаете, структура изменяется территориальная и прочее в армии и так далее. То есть на самом деле они готовятся. Поэтому, кстати, иностранцы, основываясь на том, что им рассказывают источники внутри российского аппарата военного, спецслужб, кремлевского и так далее, они понимают, что там постоянно меняются какие-то доктрины, там принимаются какие-то документы, а когда принимается документ, допустим, о том, что готовится потенциально какой-то войны, войне с НАТО, допустим, с изменением территориальной структуры и созданием новых военных округов, то надо назначать туда людей, надо создавать какие-то новые структуры, надо туда перебрасывать материальные средства, надо все это дело обеспечивать. То есть на самом деле крутится такая вот глобальная большая машина, и вот эта машина с самим фактом своего существования, она уже создает угрозу для стран Западной Европы. И это вот как по Чехову, если вот на сцене висит ружье, то оно должно, я не знаю, по Станиславскому, то оно должно в последнем акте выстрелить. И вот если вы постоянно делаете то, что вы готовите свою армию и свои спецслужбы к войне, и выстраиваете агрессивные доктрины воинские, то рано или поздно они могут выстрелить. Но, тем не менее, по мнению генерала, которого уже цитировала, Карстена Бройера, генерального инспектора вооруженных сил Германии, генерала-лейтенанта, он говорит, что мы видим, Россия, да, производит вот много этих ружей, производит много военной техники, оружие разного, направляет на фронт в Украине, и в 2029 году мы должны быть, говорит, готовы, потому что это оружие, по сути, направится и к ним. Все-таки вот это, перевооружение, подготовка и переведение полностью экономики всего, перевод на военные рельсы, поддержания ВПК, и только лишь его, 14 лет хотят, да, уже садить, уже до Тарстана изготавливать беспилотники. Это все же делается не для того, чтобы идти 10 месяцев и брать Авдеевку. Путин себе строит более какие-то дальние планы. Ну, в короткой перспективе, конечно, это делается для фронта в Украине. Но до тем, когда машина военная запущена, и если она раскручивается, она раскручивается гораздо сильнее, чем это нужно даже для фронта. И дальше, вот если там, допустим, произойдет какая-то подвижка в одну или в другую сторону, то эта машина все равно накапливает обороты, накапливает какие-то резервы, и эти резервы на самом деле создают проблему для Запада, потому что у Запада такая машина не работает. Вот мы, кстати, регулярно обсуждаем последнее время на французском телевидении такую тему, что вот Макрон в июле 22-го года, даже в июне, в конце июня, сказал, что вот мы должны перевести нашу экономику на военные рельсы. Но на самом деле никакие военные рельсы, ни на какие военные рельсы французская экономика, например, за полтора года не переведена или практически скоро уже за два года. А путинская экономика переведена на военные рельсы, потому что, когда у вас треть бюджета государственного отдается на военную индустрию, на армию и на спецслужбы, и даже практически треть, то даже больше, 40% практически отдается на это дело, то понятно, что вот сама эта масса денежная, которая закачивается в эти отрасли, она раскручивает собственную логику, и эта логика, это логика войны, и эта логика войны толкает всю страну дальше, даже вне Украины, там на какие-то другие конфликты. Спасибо, Сергей. Двигаемся дальше. Теперь о реакции готовности Альянса и НАТО, и не только лишь европейских стран. Давайте поговорим, потому что мы видим, как, да, я понимаю, что уже все сравнивают это пресловуто, но тем не менее, мы видим, как защищают Израиль, когда на него идет массированная атака, и все заголовки, и прессы, и все просто рябить тем, что невиданное количество дронов запущено, впервые в истории такое масштабное, хотя все это просто копирование массированной, комбинированной ракетно-шахедной атаки, это все копируется Ираном, потому что Россия каждый день такого рода атаки совершает на наши головы, а мы ПВО клянчим просто в день по чайной ложке по одной, две установки, при том, что партнеров их почти сто, а нам не могут дать даже те семь, те двадцать пять, которые мы просим, и у нас каждый день атаки на мирные объекты. Что происходит? Происходит, к сожалению, то, что называется двойные стандарты. Это вот реальность, которая, увы, очень грустная реальность, которую хочется обойти, хочется сказать, что нет, 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 вот мир все-таки живет по единым стандартам, и если зло какое-то есть, я не знаю, российское в Украине, то оно столько же стоит это зло, сколько и какое-то зло иранское в Израиле. На деле получается не так. То есть всегда получается, вот допустим, смотрите, вот допустим, когда идут какие-то даже обмены военнопленными, то есть вот военнопленные украинские и российские, примерно одинаковый объем, да, а вот вспомните теперь, когда были обмены военнопленными израиль и израильтян с арабами. Там обычно за десять израильтян отпускают тысячу арабов. И это понятно, потому что для Израиля жизнь арабская не стоит вообще и копья. И то есть вот один человек израильтянин для них стоит там сто арабов или тысячу арабов. Для них это абсолютно без разницы. И вот эти реальности, мы с ними сталкиваемся в реальной жизни. Израиль, конечно, для Соединенных Штатов Америки является более важным партнером, давнишним партнером, который признан, у него особый статус, у него особый статус, вот который предлагали, кстати, подписывать Украине, но Украина не согласилась на этот статус, был такой особый статус партнера вне НАТО. Но Украина сказала, что нет, нас интересует мы в Европе и мы хотим вступить в НАТО. Мы не хотим статуса партнера вне НАТО. А вот Израиль на него согласился. И Израилю Соединенные Штаты Америки передали и совсем другие вооружения, у них там есть и самолеты, у них там есть не только F-16, у них и более современные самолеты американские есть. Вот они и сами вооружения изготавливают. И, конечно, есть двойные стандарты. И, безусловно, для украинцев видеть, как эти двойные стандарты работают, когда шесть месяцев американцы тянут волынку и не могут или не хотят голосовать помощь Украине. И одновременно буквально там за 24 часа мобилизуются, избивают все дроны и ракеты, которые летят на Израиль из Ирана. А у Израиля еще к тому же есть железный купол, которого нет у Украины. Да, и то, конечно, это очень обидно для украинцев. Обидно и то, что действительно, Сергей, вы правите, тянули волынку и кота за хвост и что только не тянули, честно говоря, и просто эту помощь Украине от Соединенных Штатов Америки, как говорит наш министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеб, она не просто многострадальная, она мученицкая без преувеличения. И вот, возможно, в субботу мы увидим, что этот лед уже тронулся и растает просто-таки. Как вы полагаете, ну что ж так долго, будет ли точно? И когда в Кремле говорят, что на самом деле она ничего не изменит и на поле боя, на фронте не только, они же врут сами себе? Ну, Кремль врет, конечно. То есть, если помощь будет проголосована, если будет поставка вам вооружений, то это изменит радикально все на фронте, так же, как это могло изменить в прошлом году, если бы все это дошло вовремя, и вы провели бы тогда контрнаступление, когда Россия не была еще так готова, как она готова, возможно, сейчас, но вот когда еще не была построена там тройная линия Суровикина, вот если бы это все пришло, представляете, там в сентябре 22-го года, когда только только вы освободили практически всю Харьковскую область и даже начали уже освобождать ее в кусок Луганской области, вот, и плюс Херсонскую область тоже частично освободили. Россия тогда очень сильно испугалась, вот, но похоже, что этого испугались и в Вашингтоне, и, значит, сказали, что не будем помогать так активно, и мы видели весь прошлый год, когда мы ждали-ждали этого на наступление, а на самом деле его не было не потому, что Украина к нему не была готова, а потому что просто для того, чтобы наступать, проводить наступление, нужно подготовить запасы вооружения, нужно иметь преимущество по вооружению над врагом, а не просто, значит, паритет с ним. А у Украины не было даже паритета по вооружению и по вооруженным силам с Российской Федерацией, и вот, ну, больше по вооружению, потому что все-таки живая сила, там сравнимые какие-то контингенты были, но одно дело сравнимые контингенты, а другое дело, когда вы ведете наступление, вам надо на этом вот главном, на направлении главного удара концентрировать превосходство над противником там в разы, то есть, ну, нужно там в несколько, там, в два, в три, в пять, в десять раз больше иметь техники и живой силе на направлении главного удара, чем противник, который стоит по ту сторону границы. Вот этого помощь стран, прежде всего Соединенных Штатов Америки, Украине не позволила в прошлом году. Вот, и сейчас я бы, вы знаете, я вообще-то очень, к сожалению, пессимистически настроен, я вообще не уверен, что это голосование пройдет и что все будет проголосовано, вот, потому что сейчас разделили этот пакет и, значит, вполне вероятно, что опять проголосует, скорее всего, кстати, помощь Израилю, вот, она пройдет, может быть, даже гораздо быстрее, а помощь Украине опять будет волынить, и больше того, там есть довески, потому что там есть такие дополнительные, допустим, требования о том, что после того, даже если будет проголосован пакет новой, значит, помощи Украине, Министерство обороны должно будет представить свою, в течение полутора месяцев, свою стратегию использования вооружений на фронтах в Украине. А это, значит, снова какая-то бюрократическая процедура, и, в общем, судя по всему, я вам, кстати, говорил в прошлом году, что вот Байдену победа Украины в прошлом году была не нужна, потому что это слишком рано. Да, да, вы говорили, до выборов еще много оставалось, а чтобы он поднес на блюдечки какие-то успехи, даже если пусть не полностью победы, но успехи своей администрации к этому. Да, и вот таким образом вот все сейчас делается так, чтобы эти успехи пришли в сентябре или в октябре. А это, значит, вот сейчас апрель месяц, значит, пока проголосуют, пока все это поставят, это будет уже лето, и вот потом, может быть, в конце августа или в августе вы начнете, и каких-то успехов добьетесь там в сентябре и в октябре, и Байден будет доволен, он покажет, скажет, вот видите, какой я молодец. Значит, а когда президент Зеленский и украинские политики и украинские военные будут говорить, а сколько нам это стоило лишних жизней, сколько стоило вот эти ожидания, там, годичные ожидания этого военного пакета или пакета помощи, то они скажут, ну, это жизнь, вы знаете, вот так вот, у нас вот такие условия, вот мы должны были, значит, так сказать, условия учитывать свои реалии, вот, а когда нынешние, вот даже сейчас эксперты говорят, а кто тебя, Байден, тянул за язык, тогда говорить, что мы предоставим Украине все, что ей потребуется, потому что практически Байден нарушил данное слово публично, да, потому что теперь они говорят то, что мы сможем, а не то, что Украине потребуется, а это значит, что он сам взял свое слово, которое он дал публично, там, полтора или два года тому назад, так что, конечно, это сложности, но видите, а какой у вас выбор-то есть? Если бы вы сами могли производить всю эту технику и вооружение, то тогда можно было бы обойтись совершенно спокойно без США, а без них обойтись Украине сложно, ну, за вами есть, конечно, еще 53 другие страны, да, и вот там Чехия, которая собирает для вас снаряды, там немцы, которые сейчас вот говорят, что они вам новый Петро передадут, Шольц проснулся все-таки, да, и даже говорит, что там, обратился к своим коллегам там по Совету Европы, по Европейскому Союзу и сказал, что если у кого есть еще комплексы Петро, они есть, вы их там насчитали 100 штук, значит, в ближайшем окружении, вот, и там 7 штук передать вам, это вообще легко, эти страны могут, но тоже никто не отдает свое, потому что все говорят, а вдруг Путин пойдет дальше, а мы отдадим все вооружение, и все говорят, как же мы можем разоружиться, если вдруг потенциально он готовится к войне против Западной Европы. Конечно, все это очень неприятные, неприятные штуки, и Украине, увы, приходится большую часть российской агрессии брать просто на себя. Ну, как говорит главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель, куда вы идти, петрите, в каком чулане, вы храните, на какой черный день, возьмите и отдайте хотя бы те, которые спрятаны и простаивают для того, чтобы Украина закрыла небо над собой и защитила жизни мирных граждан. И все-таки вот этой тактики и стратегии, так сказать, сейчас западных союзников ближайших, в частности, штатов, Сергей, вы видите, что? Просто не дать Украине проиграть или все-таки дать России полностью прийти к поражению ее? Или пока нет определенности и понимания еще даже у них, как выстраивать сейчас этот внешний вектор и есть опасения касательно развала Российской Федерации и этого пресловутого ядерного оружия? Ну, вы знаете, тут даже еще хуже ситуация, потому что если бы просто они там по сусекам что-то там хранили, это одно, а есть ситуации вообще просто отвратительные, когда они предпочитают уничтожить на свалку вывозить, чем отдать вам. Они говорят, ну, это у нас старое. Вы говорите, да нам без разницы, нам сейчас это, даже это ваше старое, это всего лучше, чем не иметь ничего. Они говорят, нет, мы вот там должны его там размонтировать с соблюдением экологических каких-то там процедур европейских и так далее. Это выглядит, конечно, совершенно для Украины издевательством просто и прочее. Вот, ну, а как все дальше пойдет, здесь трудно, конечно, предусмотреть. Я думаю, что единства нету, конечно, потому что если вы посмотрите на карту, вот просто Европы, центральной Европы, то есть, ну, грубо говоря, там от Атлантики до Урала, вот то, о чем Деголь в свое время говорил, то, чем все те страны, которые имеют прямую границу с Российской Федерацией, вот они все настроены очень активно, да, потому что они понимают, что если Украина проиграет, они следующие будут. Да, вот Финляндия, страны Балтии, Польша, Румыния, Чехия, там, я не знаю, ну, даже Словакия, потому что даже вот Словакия, сначала вроде мы там все испугались, когда пришел Перегриня и Фицо, вот, а тут недавно были их переговоры с премьер-министром Украины, и они говорят, что мы вообще за то, чтобы Украина вступил в Европейский Союз, то есть, меня очень сильно удивило, кстати, это дело, потому что я ожидал такое совершенно пропутинские выступления, вот, а эти Словакии, они, в общем, на словах, по крайней мере, говорят вполне себе приличные вещи, то есть, все те страны, которые чувствуют, что следующими могут быть они, вот они, конечно, готовы отдавать нам последние, и поэтому, если вы возьмете эти все страны, они все в расчете на своего жителя или на ВВП, на душу населения, они отдали вам в десятки раз больше, чем та же самая Америка или там, допустим, Франция, Франция в этом смысле вообще там на последнем месте находится, или на предпоследнем месте, вот, и, конечно, есть страны, которые пассивно относятся, вот, там, Германия все время боится там куда-то там, чего-то сделать лишнего, лишнее движение, передать вам какую-то лишнюю ракету, вот, а есть страны, которые откровенно просто сотрудничают даже там за спиной с Путиным, там, типа Италии какой-нибудь, потому что они еще, или там Австрии, они до сих пор газ российский покупают, Венгрия покупает российский газ и нефть и зависит от них, она могла бы от них отказаться, но тогда надо дороже платить за газ и нефть, она не хочет этого делать, вот, и население в этих странах тоже почему-то очень пассивно, что меня, например, я совершенно не понимаю, как чехи, словаки и венгры, которые пережили 56-68 год, их, значит, агрессию военную, Советского Союза на их территорию, как они могут говорить о какой-то дружбе с российским, с российским государством и с Путиным, но вот такие реалии. Да, поразительно, но при этом ФИЦА продолжает говорить, что Россия никогда не уйдет с Крыма и Донецкой, Луганской областей, Сергей, что тоже, конечно, не очень приятно и непонятно слышать. Мы будем надеяться, что это не общая такая политика, и эти голоса будут все тише, даже в его голове. Спасибо вам огромное за этот сегодняшний разговор, благодарю, Сергей, за вашу позицию, за вашу аналитику на разные темы, спасибо, что находите время, до новых встреч. Спасибо. Сергей Жирнов, экс-сотрудник ГБ и службы внешней разведки, был вместе со мной Ирина Узлова, и друзья, спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24-го, это поможет нашим разговорам, продвигаться его просторами. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся. Продолжение следует...